Привет, меня зовут Маргарита, вы на канале Уютный Дом. Сегодня буду показывать, как плести на вот таком вот круглом станке. На этом станке плетется круглое дно. Начну сначала, я уже рассказывала про этот станок, рассказывала, что есть у нас вот такое вот круглое полотно с отверстиями для держателей, для стойок. Вот у меня эти отверстия уже вставлены. Здесь вот первый круг для восьми трубочек. Второй круг для шестнадцати трубочек и уже самый крайний для тридцати двух трубочек. Вот эти вот держатели, они идут вот в такой вот тоже деревянной штуке, из которой нужно будет доставать эти пазлики. Пазлики идут для одной трубочки держать. Есть для двух стоек и для трех. Вот сейчас буду использовать эти пазлы-держатели для одной трубочки. И буду начинать плести круглое дно. Начинать буду плести с трубочек два на два. Сейчас сразу возьму. Два на два будем скрещивать и начинать оплетать. Мне нужен небольшой диаметр для небольшой корзиночки. Он будет составлять как раз между этими болтами. Болтами измеряю сейчас расстояние. Шестнадцать сантиметров. Мне нужно на готовом изделии, чтобы было шестнадцать стоек. Я сначала подставлю первые восемь. Потом буду добавлять по одной стоечке и разводить уже на шестнадцать. То есть примерно вот здесь, на этой полосе, даже может быть на серединке, я буду разводить стоечки. То есть мне нужно будет добавить и развести. Так, начинаем. Как сказала, берем два на два. Одеваем, нарастила длинную трубочку. Одеваю. Пальцами придерживаю и начинаю плести веревочкой в две трубочки. Первый ряд просто оплетаю. Во втором ряду буду разводить. Второй ряд развожу. Я сейчас пока отодвину, чтобы было мне полегче разводить, не мешались. Так вот, я разведу и у меня получится 8 единичных стоек. Плотно прижимаю. Стойки сухие. И последнее. Все, я буду плести по кругу по спирали. Закрывать ряд не буду. Так, вот, да? Нам нужно положить на серединку. Вот, я сейчас возьму булавочку, просто туда вставлю, чтобы не каталась моя серединка. Так, берем булавочки. Две штуки возьму. Между трубочками просуну. Вот, и теперь мне нужно будет попасть вот сюда, вот в центр. Другого выхода, кроме как вставить, вставлять булавочки, я не нахожу. Они, конечно, держат плохо. Вот. Можно на малярный скотч приклеить. Вот. И укладываю уже стойки на вот эти вот вставочки для трубочек. И начинаю дальше плести. Плету второй ряд. Проплела, уважила. Сейчас нужно будет нарастить. Так, наращиваю. Продолжаю клести. Я сейчас плету третий ряд. После третьего ряда буду подставлять еще по одной стойке. Так. Сейчас посмотрю. начало третьего ряда уже буду подставлять стойки возьму трубочки только не буду такие длинные ставить их на половинку 24 трубочки разрезала подставляю пока что укладываю вот так я уложила сейчас проплету вот так пару видов рада 3 и буду стойки разводить давайте без меня проплету и включусь вот я проплела теперь нужно мне будет вот эти подставки под стойки переместить на второй круг перемещаю и еще добавляю сюда чтобы и было 16 все вот разместила все и начнем сейчас разводить стоечки видите здесь есть круги чтобы легче было нам ориентироваться чтобы ровный круг получался вот и конечно же есть подъем так как здесь 0 5 сантиметров есть подъем и трубочки у нас постоянно на подъеме из-за этого вот неровно получается немножко поднимаются края плетения вот и теперь разводим стойки вот они у нас должны идти здесь вот намеченная линия да где у нас было место под подставочку все должно быть ровно теперь разводим стоечки укладываем вот на 2 подставочки давайте начнем сразу оплетать и сразу будем укладывать также на этом полотне круглом все есть начерченные линии лучи до чтобы можно было ориентироваться трубочкам трубочки стоят ровно у вас или нет если например без подставок будете плести не очень принципе удобно что эти подставки стоят но лично для меня поэтому я я заказала на этот станочек но я на нем не плита так ну и продолжаю дальше разводить стоечки проплетать я вот повторяю да что не я продаю этот станок не у меня его заказывать прошлое видео не посмотрели люди до конца не дослушали где и что заказать ссылку не увидели и много вопросов было мне в личку все пытались у меня заказать девочки мальчики я не продаю этот станок этот станок можно заказать у алены михайловой я ссылку под видео оставлю вот все вопросы к ней по стоимости по пересылке все к ней все я проплела один ряд все развела вот и продолжаю дальше плести стоечки удерживаются ровно плетем до нужного нам диаметра если вас большое полотно вот у меня будет маленькая до 16 сантиметров одно изделие если у вас будет она побольше то вот доходя где-то вот до какого-то определенного расстояния в этом уже ориентируясь здесь по своему плетению снова также разводите стоечки и меняете положение вот этих вот подставок то есть на на самый последний круг тут в этом круге 32 стойки получится и плетете расстояние между стоечками я сейчас вот между отверстиями самыми большими получается 3 нет не 3 где-то три с половиной сантиметра это самое крайние это именно в тех местах где расположены эти вам эта информация думаю даже не нужно какое там расстояние ты все продолжаю плести я больше стойки разводить не буду доплетаю до своих вот полтиков все и начинаю уже поднимать стойки вот такой вот небольшой обзор на станочек был кому понравилось поставьте пальчик вверх обязательно подписывайтесь на мой канал я рада каждому подписчику спасибо всем за внимание и до новых встреч